И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Книга притчей Соломоновых. Глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости. У стажа мудрых охраняют их. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концем радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый – от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла. А глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость. Но человек умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждают ли умышляющее зло, но милость и верность у благомыслящих? От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд, глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, Чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, А праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного, И среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, А беззаконие – бесчестие народов. Благоволение царя – к рабу разумному, А гнев его – против того, кто позорит его. Откровение святого Иоанна Богослова И увидел я ангела, сходящего с неба, Который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, Который есть дьявол и сатана, И сковал его на тысячу лет, И низверг его в бездну, И заключил его, И положил над ним печать, Дабы не прельщал уже народы, Доколе не окончится тысяча лет. После же сего Ему должно быть освобожденным На малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, Которым дано было судить, И души обезглавленных за свидетельство Иисуса И за Слово Божие, Которые не поклонились зверю, Ни образу его, И не приняли начертания на чело свое И на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом Тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, Доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, Имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая Не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа И будут царствовать с ним Тысячу лет. Когда же окончится Тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своей И выйдет обольщать народы, Находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, И собирать их на брань. Число их, Как песок морской. И вышли на широту земли, И окружили стан святых И город возлюбленный, И не спал огонь с неба от Бога И пожрал их. А дьявол, Прельщавший их, Ввержен в озеро огненное и серное, Где зверь и лжепророк, И будут мучиться день и ночь Во веки веков. И увидел я Великий белый престол, И сидящего на нем, От лица которого бежало небо и земля, И не нашлось им места. И увидел я мертвых, Малых и великих, Стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, И иная книга раскрыта, Которая есть, Книга жизни. И судимы были мертвые, По написанному в книгах, Сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, Бывших в нем, И смерть и ад отдали мертвых, Которые были в них. И судим был каждый, По делам своим. И смерть и ад повержены В озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан В книге жизни, Тот был брошен В озеро огненное. Книга Иова Глава третья После того Открыл Иов Уста свои И проклял День свой. И начал Иов И сказал «Погибни день, В который я родился, И ночь, В которую сказано Зачался человек. День тот Да будет Тьмою, Да не взыщет его Бог свыше, И да не воссияет Над ним свет, Да омрачит его тьма И тень смертная, Да обложит его туча, Да страшатся его, Как палящего Зноя. Ночь-то, Да обладает Ею мрак, Да не сочтется Она в днях года, Да не войдет В число месяцев, О, ночь-то, Да будет она Безлюдна, Да не войдет В нее веселье, Да проклянут Ее проклинающие День, Способные Разбудить Левиафана, Да померкнут Звезды Рассвета ее, Пусть ждет Она света, И он не приходит, И да не увидит Она ресниц Деницы, За то, Что Не затворила Дверей Чрева матери моей, И не сокрыла Горести От очей Моих. Для чего Не умер я, Выходя из утробы, И не скончался, Когда вышел Из шрева? Зачем Приняли Меня Колено? Зачем Было Мне Сосать Сосцы? Теперь Бы Лежал я И Почивал, Спал бы, И мне Было бы Покойно С царями И советниками Земли, Которые Застроивали Для себя Пустыни, Или с Князьями, У которых Было Золото, И которые Наполняли Дома Свои Серебром, Или Как Выкидыш Сокрытый, Я не Существовал бы, Как Младенцы, Не увидевшие Света. Там Беззаконные Перестают Наводить Страх, И там Отдыхают Истощившиеся В силах. Там Узники Вместе Наслаждаются Покоем И не Слышат Криков Приставника. Малый И Великий Там Равны, И Раб Свободен От Господина Своего. На Что Дан Страдальцу Свет И Жизнь Огорченным Душею, Которые Ждут Смерти И Нет Ее, Которые Вырыли Бы Ее Охотнее, Нежели Клад. Обрадовались Бы До Восторга, Восхитились Бы, Что Нашли Гроб. На Что Дан Свет Человеку, Которого Путь Закрыт И Которого Бог Окружил Мраком? Вздохи Мои Предупреждают Хлеб Мой И Стоны Мои Льются Как Вода И Бо Ужасное Чего Я Ужасался То И Постигло Меня И Чего Я Боялся То И Пришло Ко Мне Нет Мне Мира Нет Покоя Нет Отрады Постигло Несчастье Книга Иова Глава Четвертая И отвечал Елефаз Фиммонитянин И сказал Если попытаемся мы сказать к тебе слово Не тяжело ли будет тебе Впрочем Кто может Возбронить Слову Вот ты наставлял многих И опустившиеся руки поддерживал Падающего Восставляли слова твои И гнущиеся колено ты укреплял А теперь дошло до тебя И ты изнемог Коснулась тебя И ты упал духом Богобоязненность твоя Не должна ли быть твоею надеждою И непорочность путей твоих Упованием твоим Вспомни же Погибал ли кто невинный И где праведные бывали искореняемы Как я видал То оравшее нечестие И сеявшее зло Пожинают его От дуновения Божия Погибают И от духа гнева его Исчезают Рев льва И голос рыкающего Умолкает И зубы скимнов Сокрушаются Могучий лев Погибает без добычи И дети львицы Рассеваются И вот Ко мне тайно принеслось слово И ухо мое Приняло нечто от него Среди размышлений О ночных видениях Когда сон находит на людей Объял меня ужас и трепет И потряс все кости мои И дух прошел надо мною Дыбом стали волосы на мне Он стал Но я не распознал Вида его Только облик был Пред глазами моими Тихое веяние И я слышу голос Человек Праведнее ли Бога И муж Чище ли Творца своего Вот он и слугам своим Не доверяет И в ангелах своих Усматривает недостатки Тем более В обитающих в хроминах Избрения Которых основание прах Которые истребляются Скорее моли Между утром и вечером Они распадаются Не увидишь Как они вовсе исчезнут Не погибают ли с ними И достоинства их Они умирают Не достигши мудрости Книга Иова Глава Пятая Взывай Если есть Отвечающий тебе И к кому из святых Обратишься ты Так Глупца убивает Гневливость И несмысленного Губит Раздражительность Видел я Как глупец Укореняется И тотчас Проклял дом его Дети его Далеки от счастья Их будут бить у ворот И не будет заступника Жатву его Съест голодный И изотерна Возьмет ее И жаждущие Поглотят Имущество его Так Человек не из праха Выходит горе И не из земли Вырастает беда Но человек Рождается на страдания Как искры Чтобы устремляться Вверх Но я к Богу Обратился бы Предал бы Дело мое Богу Который творит Дела великие И неисследимые Чудные Без числа Дает Дождь На лице земли И посылает Воды На лице полей Униженных Поставляет На высоту И сетующие Возносятся Во спасение Он Разрушает Замыслы Коварных И руки Их Не довершают Предприятия Он Уловляет Мудрецов Их же Лукавством И совет Хитрых Становится Тщетным Днем Они Встречают Тьму И в полдень Ходят Ощупью Как Ночью Он Спасает Бедного От меча От уст Их И от руки Сильного И есть Несчастному Надежда И неправда Затворяет Уста Свои Блажен Человек Которого Вразумляет Бог И потому Наказание Вседержителева Не отвергай Ибо Он Причиняет Раны И сам Обвязывает Их Он Поражает И его Же Руки Врачуют В шести Бедах Спасет Тебя И в седьмой Не коснется Тебя Зло Во время Голода Избавит Тебя От смерти И на войне От руки Меча От бича Языка Укроешь Себя И не убоишься Опустошения Когда оно Придет Опустошению И голоду Посмеешься И зверей земли Не убоишься Ибо с камнями Полевыми У тебя Союз И звери Полевые В мире С тобою И узнаешь Что шатер Твой В безопасности И будешь Смотреть За домом Твоим И не согрешишь И увидишь Что семя Твое Многочислено И отрасли Твои Как трава На земле Войдешь Во гроб В зрелости Как укладываются Снопы пшеницы В свое время Вот Что мы Дознали Так Оно и есть Выслушай Это И заметь Для себя И все Что вы делаете Словом Или делом Все делайте Во имя Господа Иисуса Христа Благодаря Через Него Бога И Отца Иисуса Христа